Всем привет! Давно не виделись. Это снова я, Надя. И появился повод. Мы сделали очередной ремонт. Это была необязательная программа. Мы просто переехали из одной спальни в другую. Дело в том, что наша спальня выходит на шумную сторону дороги. И когда окна закрыты, конечно же, абсолютно ничего не мешает. Но ночью, летом хотелось бы открыть окна. А тогда спать практически невозможно. Каждая приезжающая машина, в общем, для меня лично это стресс. Несмотря на то, что мы установили кондиционер, свежий воздух все-таки хотелось бы иметь. Вот. И заняли комнату нашей дочки. Она немного меньше. Там в ширину буквально на 40 сантиметров уже комната. Но это уже не позволяет поставить туда нормальные шкафы, наши шифонеры перенести. Поэтому они остались в старой спальне, на своем старом месте. И у нас получается гардеробная комната с кондиционером. Но это шутка. Там это гостевая комната будет. Также будут приезжать дети оставаться там ночевать. Вот. А у нас теперь новая спальня с выходом, как говорится, окна в сад. И, ну, в общем-то, окно не закрывается. В общем, мы прям мечтали к лету переехать, чтобы сначала с наступлением всей этой жары и духоты можно было спать с открытыми окнами. Но если уж будет совсем невыносимо, то можно будет и в соседней комнате с кондиционером. Но я лично как бы не любитель кондиционеров, так как быстро простужаюсь. Вот. Но не буду отвлекать вас болтовней. В общем, небольшое видео, как это было, как это стало. А, кстати, короткое видео я уже выкладывала. И там даже появился один комментарий, что было лучше, чем стало. Но каждый имеет право на своё мнение. Хотя я так не считаю. Комната получилась светлой и уютной. Ладненько, всё. Теперь уже точно я с вами прощаюсь. Пока-пока и до новых встреч! Мы решили переезжать в Вероникину комнату. Но прежде чем переехать, нужно тут делать ремонт. Потому что вот это вот тёмно-бордовое безобразие совсем не по моему вкусу. Да, Вероника выбрала самую лучшую комнату и не жила с нами. А теперь мы решили сделать из этой комнаты нашу спальню. И я сейчас тут уже разобрала шифонеры. Ну, в общем, осталось только всё вынести. И будем перекрашивать. Перекрашивать и клеить обои. Потому что я люблю, когда в спальне обои. Ну, вот. Вот так это было. Всё. Теперь будем смотреть, как это будет. Второй день ремонта. Вот потолок, скос я уже на два раза покрасила, побелила. Просухнет. Завтра посмотрю. Может быть, ещё разочек надо будет. Всё. Стены все перекрашивать мы не будем. Потому что обои плотные. И не пропускает этот цвет. Я уже проверила. Так что оставим как есть. Так, с освещением надо что-то решать. Очень тусклая лампочка. Вообще ни о чём. Ну, и вот. Пока что всё. Подоконник ещё демо установил. Ладно. Сегодня всё высыхает. Завтра делаем дальше. Мы переехали в новую спальню. Так, обживаемся потихонечку. Осталось, конечно, кое-что по мелочам. Докупить. Полочки. Зеркало. Хочу новые занавески купить. Потому что эти как-то не очень подходят. Это то, что я нашла в шкафу. Так что надо будет подобрать что-то именно подходящее под комнату. Это там ещё шифонера мешок с вещами на выброс, так сказать. Но всё. Кровать наша старая. Комод наш старый. Шкафы, как я говорила, уже остались в соседней комнате. Ну, а мы теперь спим со свежим воздухом. Кстати, лампу тоже заменили. Купили такую вот обычную, недорогую. Но она с пультом меняет степень освещения. Тёплый, холодный свет. В общем, очень теперь всё удобно и уютно. У нас нету прикроватных лампочек, потому что у нас свет встроенный прям в тумбы. Вот поэтому мы сюда ничего такого и не планировали. Ну, всё. Можете нас поздравлять. Мы переехали в новую спальню. Пока-пока.